Здарова! Эээ, Трибуарно. На одном из моих последних стримов мой подписчик Getsby через донатик, за что ему огромное спасибо, попросил меня посмотреть ролик у Джо Шизо, который называется Гигук, и я просадил 10 тысяч баксов на аниме-фигурке. Охренеть. Я типа... Я... Столько явно я не просадил бы, потому что я столько и не зарабатываю. Это типа 10 тысяч баксов, это 600 тысяч рублей. На данный момент, на момент записи этого вида... А, ну примерно столько же. Нет, чуть побольше. В любом случае, это такие огромные просто деньги. Я максимум, может, на книжки там просаживал тысяч восемь, даже меньше, наверное, за раз имеется в виду. Ну а здесь 10 тысяч баксов. Интересно посмотреть. Это, я так понимаю, будет какая-то типа распаковка, что ли, или что это? А нет. Это будут как обычные скетчики. Или что? А, это в ложек, он будет бегать, помогать. Я, короче, не знаю, что здесь будет. Интересненько будет посмотреть. Я люблю очень такой контент, примерно. И Гигука мы уже смотрели несколько раз, смотрели мы их видосики на стримах. Может быть, я как-нибудь сделаю вырезку и залью на этот канал. Напишите, пожалуйста, в комментариях, хотите вы этого или нет. Например, если вы начать смотреть этот видосиан, не забывайте подписываться на телеграм-канал, натрубаю на группу ВКонтакте. Ссылочки все будут в описании. Теперь погнали, посмотрим ролик. Надеюсь, будет что-то интересненькое. Поехали! Будет теряться, пишите на Янгдзэн. Окей. Итак, я... Тихо. Эхэ. Итак... Ну да, это, я так понимаю, какой-то вложек будет. Я заметил кое-что снаружи, и если это то, что я думаю, мне это нужно... Он что, в Японию приехал, что ли? Прикольно, блин, я тоже хочу в Японию. Ну да... Выглядит как настоящее. Что там такое? Ага? У вас бы мало, что вы делали что-то, а потом думали... Нафига я это сделал? Что ж деньги проебаны впустую? Даааау... Постоянно. я потратил 10 тысяч на аниме фигурки вы не знали у меня есть подкаст пришел и в прошлом фигасе это миллион 12 мы устроили челлендж мы потратили полторы тысячи долларов на покупку аниме фигурок здесь две тысячи офиса в этом году благодаря вашей поддержке мы переехали в новый офис больше и получше и мы подумали почему бы не повысить ставки и потратить 10 тысяч долларов чтобы обставить аниме фигурками почему мы на нее фигурками почему чем мы другим вон cgc покупали мы и сделали можно купить за такую такие же как и в прошлом году мы зайдем 4 магазина аки хабары лошенбанк эйстап амиами и мандараки они специально чтобы купить фигурки летают в японию или они живут в японии я просто не шар по-моему они из америки напишите в комментариях примерно тремя тысячами долларов у каждого будет куча челленджи отдельные для каждого магазина и не келька общих и на этот раз мы должны оставить в каждом магазине минимум пять сотен баксов а типа можно в одном магазине 500 баксов другом тоже а в третьем оставить вообще типа все остальные окей набрав шины и большее количество очков а проигравшего . я челочек какой-нибудь штраф и так вот как это было привет и абу добро пожаловать в аниме зону авиабу то есть зону акибы не нужно так кричать а нет нужно ясно мы начинаем в зоне акибы если я не выиграю первый челлендж то просто то уберу зону из своего имени буду зваться просто аниме мусорный бакун сусами ты же помните его в этом году я не помню я первый раз просто вижу эту рубрику снова с нами мы тянем по два первых челленджа купила гурку не понимаю а так я потратил 10 тысяч баксов на аниме фигурки но купил фигурку не понимаешь легко дня здесь возможно здесь это будет сложно я не знаю мне кажется будет японский рпг считается у меня самую дорогую аниме фигурку которую найдешь господи а если она будет стоить больше 10 тысяч баксов купи фигурку по джоджи и встань в ту же позу это по моему больше легко потому что фигурка по джоджи продается везде и ладно ладно купи фигурку который победит гоку а кто повезет гоку купи фигурку по игре в которую играл конор вы издевать тут как он здесь они закрой глаза и наугад схвати фигурку или свиток свиток это просто не будем терять время идем в магазин выполнять челлендж это интересно я вообще люблю такой потому что я люблю в принципе его фигурки магазине лошенбанк и есть просто что-то особенное в атмосфере пустого анимешного магазина я как гребен а почему ты блин без это без маски мне кажется в кондитерской идем искать прежде чем мы продолжим хочу представить своего оператора привет ребята это ваша девочка это все подписывайтесь ладно насколько миска я понял насколько мне сказали это его жена тогда я понимаю или кто девушка отдавай камеру она мой подельник на сегодня на сегодня или на всю жизнь у меня два челленджа я должен найти самую дорогую фигур а я так понимаю здесь будет от его лица типа блок а на канале этих чуваков будет от их лица даму и фигурку по игре в который играл тоннера и я знаю что конор играет в апекс и лигу и это все я не знаю во что еще он играл так очень нельзя было спросить у него что ли кто это придется наверно кто-то из этих двух что-то на удачу и понадеет а если бы прикиньте конор сам бы взял если это из двух шоков у тебя просто не знаю кто это что он играл в эту игру эти вот довольно дорогие фигурки по файл фэнтези по 110 баксов чего то слишком дешево ну нет не то что вам дешево но типа из 10 тысяч я думаю там гораздо дороже есть аия риса я больше потихе черт какие формы не знаю как это получить ааааааа там все по про столь мы случайно зашли в уголок кентая ухе вхе коньей фигурки прям случайно мне кажется тута отвезы направленькая шла вообще можно показывать на ютубе это не твой канал сегодня не пожалуйста я хочу монетизацию по 220 долларов самые дорогие что я пока видел сидишь да я тут думаю есть фигурки по тысячам них думаешь мне очень любопытно вот это просто из-за большой груди да я хочу эту офигеть это фигурка отъем одного из моих любимых художников он рисовал арт для созерцая колготки эту я что такое-то одним что ли какой-то очно беру цена 121 доллар ничего себе единственное что может соревноваться с развратными фигурками по ценам фигурки по фейт ну естественно пипец 3 но она огромная 30 30 баксов за такую огромную дуал гораздо дороже кто это для нас конечно это дорог 20 тысяч рублей а так-то 30 баксов на самом деле не очень дорогая цена а это стерва окей охренеть что там вот это крутотень 550 долларов но это уже прям какая-то это диорама статуя вот я статую очень прям сильно люблю которые не двигаются фигурки вот эти вот всякие с подвижными элементами они дико раздражают они выглядят как-то не очень красиво вот статуи ты поставила такая монументальная здоровая шикарная так хочется денег это такой это уже не фигурка она не влезает в категорию фигурок ну да это это вот уже типа такая здоровая диорама прям жирнючая статуя попробуем найти фигурку подороже на блин надо было ее взять сколько она стоила сказал стерва 500 долларов охренеть вот это крутотень 550 нет на самом деле я бы ее вот с удовольствием взял прям классно по-другому они это прям жирнючая шикарно выглядит найти фигурку подороже надеюсь не найдем тогда я смогу купить эту что а типа очень хочет я понимаю а я думал типа он его покупать не будет потому что типа не подходит под определение фигурки хотят подходит подрогaller дороже фигурки по пейт мне хочется махнуть рукой и понадеется что конор не нашел просто ничего дороже потому что я очень хочу купить фигурку по фейт типа если найдет дороже такой это дорогая она дороже фигурки по пейт я не думаю я так не думаю пожалуй возьму фигу так вот все таки надо было проверить которая реально будет дорого фейт буду верить что фейт суждено принести мне победу тут несколько фигурок поразирую но не так и знаешь что можно сделать может просить у продавца какая у вас самая дорогая фигурка такой же дорогой как фигурка по фейт о нет и нашел все такое фигурка за 700 а чё плохая что мне очень хочется эту а ты бери эту и ту я ужасно хочу эту фигурку о нет тебя важнее победа или вкус я не знаю я чувствую себя ими на самом деле был бы вкус победу вы гораздо важнее субару чем бы он за это получил за эту победу или меня вы было такая крутая фигурка против ёбаной эмилии нет ну сыгрался на фигурка по фейт гораздо я встал перед таким выбором что выберешь знаешь что я прислушаюсь к сердцу сердце выбирает ее хорош я верю тебя я должен купить это красавчик она классная реально конечно это не мое любимое аниме я посмотрел только полтора наверно сезона всего это миллиард но в любом случае на в этом я и женюсь на тебе а только женится этому же же не делал конор что ты наделал походу я взял бомбу конор уже блять решила какую бомбу магазин ладно быстро ищем что-то по фигурку по игре в которой играл конор вот значит тот чувак ты корр окей надо купить именно фигурку блять фигур о там marvel star wars черт обломный облом у нас мало времени 15 минут 15 минут на поиск фигурки двигатель серьезно что ли там просто дают даже время а что нельзя подольше походить учи игре в которую играл конор так почему ты не играешь jrpg господи боже это монстр hunter конор играл монстр хан это love life bank dream и idol master тут ловить нечего а фигурки по фейт конор же играл фейт-го он играл фейт-го я уверен уверен но если ты он играл фейт-го типа ты уже все равно по фейту купил фигурку поэтому арк-найт но мне тут не попадались фигурки парк найтс я хватаюсь за соломинки это мой последний шанс блин вроде чувак типа ты с ним общаешься постоянно не знаю что он играет считается за игру конор играл в юге он мегамэн мегамэн черт а он играл мегамэна тут куча фигурок аниме 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 love life love life love life smart art онлайн считается за видеоигру да нет почему ты не послушал меня и не поиграл в персону 5 я рекомендовал тебе эту игру последний я кстати тоже играл лет но нет ты отказываешься играть jrpg ненавижу тебя остается только я должен жир пока вообще ни разу нашел мы нашли пацаны нашли нашли марио спасибо но я думаю в марио в детстве все играли крис брат спасибо огромное я сэкономлю на счету каждый а учу играл типа в пикачу я в покемона потому что вообще ни в какие не играл не в голони которого дать вот елла там как они назывались по цветам я вот о чем думаю брать ли эмилию стоит ли терять балл идем оплачивать и типа он хотел купить за 500 и еще за 700 потом что ли тогда у тебя денег ни хрена не осталось все это обошлось мне в 670 долларов я едва могу ее обхватить посмотри а сколько мелкая стоила предыдущая самая первая что думал баксов 300 гораздо меньше что ли тут 120 почти где-то там будет так это вот здесь ладно неважно неважно итак вы на очередь и в этом хамове нашли пацаны нашли обошлось мне в 670 долларов блин вот обожая такие реальном видосы потому что завидую тоже хочу всякие фигурки такие себе накупить правда мне ставить их уже некуда я едва могу ее обхватить посмотри кажется нашел фигурки из игры в которую ты играл правда а да да покажешь или это сюрприз не знаю совершить огромную ошибку не купив эмилию но я доверюсь судьбе а теперь следующий магазин 2 магазин надо было хотя бы ей будет в скобочках написать для ли которые не задумались в зону акибы на очереди эй став мы были в этом магазине в прошлом году так что когда зайдем вы вероятно узнаете его но нет очень странно то что ему не не запретить не тузы разрешили без маски заходить пусть в японии там по-моему сейчас с этим все очень строго мы вытянем наши челленджи среда мои успехи но пока ты больше всех потратил и ты один из баллов потерял знаешь не говори об этом джоуи же прямо рядом стоит будет радоваться мой раунд мой раунд все вылетел джоуи а сидни купи что-то супер эти купи эти я знаю что такое супер это самое легкое вообще там все сериала потому что фигурок миллиарды не очень я не смотрел этот фильм ой мульт сериал короче но я видел персонажа там они какие-то не очень здесь у тебя есть прям есть шанс нет точно есть я видел их здесь продажи а второй купи фигурку аниме не смотрят но знают фигурку женского персонажа это можно типа заду фигурку сделать вот за это без проблем ладно заходят итак мы снова вейс там и как видите вокруг витрины с фигурками витрины с фигурками слева от меня это право я его понимаю я тоже постоянно с фигурками слева конор у меня за спиной первая задача найти развратную фигурку поэтому сидней высматривай их в оба у этой зачетный сосок зачетный сосок мне нравится очень нравится у ролика есть шанс на монетизацию не да ладно типа за это типа явно не о этом это волчатся как устроен этот магазин это был уж ных фигурок а все витрины кому-то принадлежат а может не надо было бы уж не заходить они и назначают цену короче ибо и в реальности я был так поглощен челленджами для предыдущего магазина что и забыл что у нас есть общие челленджи они сейчас на экране так бонусные челленджи потратить ближе всех трем тысяч а если потратить все купить самую дорогую фигурку а это для всех тоже есть купить самую дешевую фигурку минус 1 почему минус 1 фигурку самого низко оцененного на мал сериалов это какой купить больше всех фигурок потратить больше всех на 1 сериал потратить больше всех не на одну не на фигурку а ну чё потратить больше всех в одном магазине покупать покупка за 69 баксов фигурка самого высокотененного на мал сериалов купить хэнтайну фигурку больше всего фигурок из оригинального полиметражного аниме фанка поп минус 1 а почему минус 1 вот что это он ставит не понимаю Типа он, это уже Баллы, которые он не заработал, что ли Или что, как это работает Повторяющиеся персонажи, повторяющаяся фигурка Ближайшая к 420 покупка А потратить в магазине больше, меньше 500 Ага, так меньше 500 нельзя, там минимум 500 Нужно же им тратить, разве нет Так что теперь у меня есть время подумать о других челленджах Не ломая голову, тратить ли мне 7 сотен на Эмилию Пожалуй, я попробую найти фигурку Близкую к 69 долларов Так там за 69 Они к 60 сильнее Посмотрим, что найдется Ёб твои, фигурка Годжа, вот фигурка Годжа прям тут Кто это? Ты серьезно? А я не вижу, он сейчас засветил А, это развратная Сидни, ты можешь не показывать То, что у нее там под юбки, да? Трусы, можешь не показывать трусы на экране Сидни? Это 438 долларов Чертовски близко к 420 И она развратная Но это худшая девочка Ну так-то да А он ее все-таки возьмет, а кто такая? Сайкана, я не знаю, что такое Но мы тут в игру играем 69 долларов 69 тысячи что-то за 69 Нифига себе О, ты знаешь, я бы не отказался от... Как ее зовут? Откуда мне знать? Ну твои Я даже не знаю, кто это Ехидна, точно Ехидна В этой витрине все за полцены Так что я могу купить Ехидну за 6 долларов Как тут можно... Слишком копейки, прям Надо плакать имимо Ну кто-то такая, я даже не знаю О, Боже 7 тысяч йен Эээээ На наши деньги это... Около 3000 Боже мой Чуть чуть больше Плевать, что это付ка О, есть там был возраст Белуфи Береги, береги луфи Берсерк, можем взять Берсерк или Убийцу Гоблина. Убийцу Гоблина тоже крутой здесь. Это одно и то же, нет? Клянусь богом, сиди, я клянусь богом. Нет, это не одно, это же. Близко, как близко. Почему фигурки по САУ стоят 69 долларов или около того? Потому что нафиг никому не надо? Или наоборот, типа, сделали маленькую цену, чтобы покупали все, потому что все любят. Половина и глава по новой? Ну тут скидка 20 процентов. Издеваетесь? Гарн, что нашел? Я нашел фигурку по 69, но во всех витринах с фигурками по 69, скидка там по 50-60 процентов. Японцы, вы чего? Почему никто из вас не повесит ценник ровно в 69? Сидни, стой, стой. Это черный Гоку? Какой-то он стрёмный. Или Гоку Блэк. Не стреляйте, он не черный. По-моему, это уже Блэк Фейс какой-то. Девочка на прокат. Она моя, моя. Дешевая фигурка Титзуру. Я ее куплю. Покупаю себе вайфу. Не знал, что фигурки по девушке на прокат уже вышли. Я рад, что купил одну так дешево. Я не смотрел и даже не слышал про это в моем сериале. Сперва я подумал, какая крутая фигурка Гацца. А потом увидел цвет его лица. Но он какой-то зеленый. Болеет, походу, да? Почему он зеленый? Гацца укачала. Вот что бывает после 12 лет в плавании. Какое место? Боже, Сидни прекрасно. Это прям каламбур. Знаешь что? Куплю черного Гоку. Черный Гоку. Зачем? Да он странный какой-то. Гоку достоин нашей полки. Ну фиг его знают. Прям черный его не видно нифига. Это же оригинальное аниме полнометражка. О. А что это? А что это? Но она такая дыра... Блин, я не понимаю, что это знакомый какой-то персонаж, но не знаю, кто это. Я нашел еще фигурку по Промару, намного дешевле. Возьму ее. А, про Мара? Все, знаю. Не думаю, что найду лучшую цену. Такой мелкий. Что это такое? Что за кошмар? Просто бесцветная. Горс забывать с фигуркой, которую поставили в банку с кончой. Ахахахаха, пропиталась. 10 минут, пойдем оплачивать. Мы потратили больше пяти сотен, и я надеюсь, мы получим 3 балла за одну фигурку. Буду честен, я забыл, что набрал, но я все равно возьму все. Понимаю прекрасно. Покупать вейс-тап, записываем все. Особенно, когда денег у тебя дохрена. Блин, как я хочу такое? Может быть сделать такой же какой-нибудь этот ролик, но я правда 10 тысяч баксов потратить не могу. 10 тысяч рублей, как вам такая идея? Фигурки на листке, а потом сотрудник магазина соберет нам их все и уточнит, какие именно... Правда, за 10 тысяч рублей я нихрена не куплю. Одну фигурку, что ли? Мы покупаем. Ах, да, я вписывал фигурку Титзуру, ну конечно же! Так. Курогоку. 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 А что, нет у него упаковки, что ли? Он так вот без упаковки продается? Блин, обидно. О, ты японский хорошо знает. Вот и все, мы потратили 572 доллара и 50 центов. Сейстапом закончили. Увидимся в третьем магазине. Если не ошибаюсь, это снова Амми Ами. До встречи там. Снова, 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 снова. Это как снова? Типа с прошлого раза? Потому что сегодня там вроде там не был? Наконец-то, репрезентация моего народа. Сидни, смотри, твой любимый магазин. Магазин миньонов. Ага, почему она любит меня? Ну, это он меня. О, прикольная какая-то это. Как ее зовут? Маска прям странная. Так она пол носа открывает. Должны носить эти защитные экраны. Ага, все-таки, хоть где-то их заставили одевать маски, но они очень странные. А почему они такие? Типа нос же открыт, он дует, дышит-то не только прям, не только, точнее, вниз, но еще и прямо. В этом магазине мы выполним по три челленджа. Ладно, давайте начнем. Тяни. Купи фигурку по аниме, который Джоу и смотрел в 2021. А как, что он просмотрел в 2021? Откуда они знают? Желаю удачи. О, нет. Что там? Что там, что там, выбранное другими двумя? Блин. А как они знают, что он выбран? Аниме, точнее. Купи фигурку по сериалу про инцест и крикни, я люблю инцест. Это прям на самом деле сложная фигня. В магазине орать. Купи фигурку по сериалу, который пацаны не смотрели. Мне кажется, они смотрели все. Желаю удачи. Это выполнимо. Но мне будет больно. Приседай при виде каждой фигурки по РС-ЗРО. Ой, блин, это же дофига. Купи свисток на стену, что? Больно. Приседай при виде каждой фигурки по РС-ЗРО. Свиток на стену, что за свиток? Просто типа картину на свитке нарисованную лечен. Купи фигурку морского персонажа. Да это тоже фигня какая-то слёгкая. О, это легко. Купи плюшевого персонажа. О, неинтересно, не люблю я плюшевые игрушки. Фигурку перс... Ну типа, нет, они прикольные, но чтобы их покупать себе... Ссонажи американца. А чё-таки есть? Не, ну, наверное, есть как минимум баскетболку рука, там, по-моему, был американец. Один из главных, который... Ладно, идём. Или нет? Или он просто жил в американце. Сразу купим плюшку и забудем об этом. Это что? Я подумал, это тело мерзкого ублюдка, ведь похоже на тело мерзкого ублюдка. А кто это? В моих мечтах. А, в твоих мечтах? О, боже мой. Молчи, 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 не говори. Фу, мерзкая какая. Гарант, я нашёл, что тебе понравится. Ну, покажи, покажи, га. Тут куча фигурок паразира. Да ёбаный в рот. Взял, подставил его. Здесь Гарант, да, 1, 2. Это не большая идея. Давай, давай, приседай полностью, давай, вот так. Эй, Гарант, смотри сюда. Да ёбаный в рот. Чуть-десят. Сколько раз я присел в Сидни? Не знаю, вроде больше десяти. Четыре, пять, шесть, семь, восемь. Это ещё, за каждую надо приседать, да ну его нафиг, я же их увидел за раз, все. Это есть. Девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать. Я вымотался, я уже вымотался. Понимаю его прекрасную игрушку. Даже мне стало тяжело уже. Подожди, ноги отваливаются. Приглянула что-то, какие тебе нравятся? Не Кингдом Хардс. Что насчёт плюшевого покемона? Почему не Кингдом Хардс? Любого покемона. Смотри, мое любимое аниме, стальной алхимик. А, алхимик классно. Раз на аниме, мой любимый персонаж. Кажется, его озвучил Вик Миньона. А что насчёт этих? Типа в американских версиях? Боже мой, я это куплю. Это Хамтаро? Нет, это машина хомяк. Милота. А истребителя демона? Сожги его. Не нравится? Хотя я тоже не люблю. Божечки! Окино Ино или как там она называется? Собачка. Пиздец умилительно. Обязательно плюшевого персонажа. Можно я возьму этого пучку? Ладно, попробуем найти игрушки по аниме. Опять резерв? Окино. Окино. Боже, ты обязан его купить. Я куплю. Он любит Амокуса что ли или чё? Я его куплю. Года через два от них будет тошнить. Мне всё равно, я куплю этого плюша оперс. Ему нравится блин Амокус или чё? Он идеален, он идеален. Зачем целый стеллаж по Амонгаз? Кому нужно столько барахла по Амонгаз? Да там не очень много-то на самом деле. Заткнись нахуй. Какой подозрительней? Красный. Ладно, купим Сасси Баку. Положи-ка. У него чё, имена что ли даже есть у всех? Никому не показывай. Ладно. А чё это, чё это за чувак? Это типа с ним его уходит? Ой, всё, ну пиздец, пиздец. Ну будем считать, что у меня был день ног. Мне нравится это. Не будем брать в кадр эту, Сидни. О, взгляни на её жопу. Взять что-то по гандому. Я знаю, что Ален хотел бы. Их надо забирать, это модели для сборки. Почему мехи не могут быть обычными фигурками? Да, я думаю, могут быть, найдёшь. Вон стоит. Хорош. Что это? На толдовой мехе, где же вы? Что такое? Я бы предпочёл знакомую мне меху. Выглядит как... А что такое было вообще? Кукуенная фигурка Евы. Пожалуй, я хочу её лично себе. О, вообще шикарная. Только это не Ева. Это разве не Ева? Это откуда-то из другого. Она большая. Невебина, вот насколько. Блин, где я его видел? Смотрите, какая здоровая. А, всё-таки это Ева, ладно. Смотрите. 130 долларов, так мало? Гарнт снова удружил монтажёру и убрёл куда-то говорить, что он её покупает. А Сидни в это время разголядывала раздетых женщин. Так, окей. Но он в любом случае её покупает. Эй, Гарнт. Эй. Я потешу спину тебе, а ты мне. Какое аниме Принцест? Я даже не знаю вообще таких аниме. А то я... Назови мне одно. Я этому не смотрю. Блин, зачем эта маска вообще не понимаю, она странная. Ой, просто найди поцелуй сестёр. Дружи, я тут же куплю эту фигню, если... Даже не из-за того, что мне нужно... Необходимо это купить для того, чтобы выиграть. Мысли нестандартно. Ладно. Тебе нужно не аниме про инцест, а аниме, в котором есть инцест. Я не решу за тебя проблему, но я дам тебе мудрый совет. А есть ещё гугл? Инцест, он в сердце. Он не выставлен на показ. Иногда, чтобы найти инцест, надо заглянуть вглубь. Просто найди сестрёнку, а дальше уже увидишь. Вот это он задвинул телегу. О, Эрис, не знал, что по реинкарнации безработно вы уже выпустили фигурки. Эй, Гарн, кстати. Что? Ты это видишь? Да, бля... Сучок. Можешь присесть по-быстрому. Хватит ему уже. Сидни, как... О, какого охуя? Почему ты опять здесь? Я не знаю, какие фигурки купить, честно. Купи хентайна. Сидни, тебе только хентайны и подавай. Привет, ууу. Это... Не, она классная. Типа, привет, я модер в дискорде, и я смотрю аниме. Я уже просто шоу... Почему? Свои челленджи я выполнил. Меня радует, что я пока не нашел фигурок дороже моей фигурки по фейт. Какая здесь самая крутая? Без понятия. В хентайном ряду есть много крутых. Сидни, не хватит. Как дела? Никогда не оставляйтесь и... Деснэп с камерой. Ха-ха, окей. Не буду, я с незнаком. Детка? О-о-о-о. Я возьму Эрис. Если не найду, хватит. Как дела, детка? О-о-о. Я возьму Эрис. Э-э, Union Creative Eris Series Mushoku Tensei. Я не знаю, кто такая. Если не... Из безработного, что ли? Найду Рокси, оставлю ее. Я хочу фигурку по-безработному. Да вы заебали! Опять резерв? И зачем я обернулся? У меня ноги ватные, ноги реально ватные. Понимаю. У них есть WarGreymon? Что это такое вообще? Первый раз слышу про эту фигню. Черт, что это? Это какой-то врачок. Я видел Еву и не припомню, чтобы они были гигантскими вражескими лобстерами. Полезай в краба, Синдзи. Это уже собрано? Metal Build? Черт, жаль, Алина здесь нет. Он бы сказал, собрана она или надо собирать ее самому. Там, наверное, где-то бы написано, нет? Сложу, что надо. Честно, я... Неверно. Че, какую-нибудь меху... Это киншин? ...для студии, но их надо собирать. Это все модели для сборки. Так и че, ну купи, блин, и сделай ролик, как ты собираешь модели. Это, по-моему, классно было бы. Меха, пожалуйста, можно мне фигурку, которую я могу сразу поставить на стол, не собирая? Я умоляю. Никто не... Типа предыдущая, да? ...упрещал мне брать больше одной плюшевой игрушки. Мы взяли плюшевого Амогуса. Что еще можно? Как насчет Стива? Неплохо. Думаю, Стив и Аммонгаз будут хорошим дуэтом. Так что, поду его в корзину. Мы вернулись кинтайн. Фиги, блин, тысяча рублей за... ...уголок, и я не уйду без минимум одной хинтайной фигурки. И вы знаете, что я позволю... ...королеве дегенератства... ...самой. А, вот он мне оскорбил. Посмотрите пока перебивку, пока Сидни выбирает фигурку, потому что я не хочу показывать фигурке, которой она сейчас смотрит. Сидни, о чем думаешь? Я хочу сисьастого суккуба или девочку, которая ест презерватив. Лучше первое, наверное. Помню, что мы поставим ее в офисе. Я приняла решение. Я выберу фигурку буквально только задницы. Какого хрена? Зачем фигурка задницы нужна? Серьезно, это только задница? Бред какой-то. Пути, Господни, неисповедимы. Господи, мы должны её взять. Это очень странно. Как тебе эта фигурка? Это одна задница. Что за... Это одна сплошная задница. Не благодаря. Где перец? Тут нет переда. Только задница. Не показывай пацанам. Вот чёрт. О, пила? Что? О, там из Пайфа или ещё? Я забыл, что должен был купить что-то, что они выберут. Ты чё не купил? Зачем мне это? Думаешь, Рэм будет лучше? Какую выберешь? Либо Рэм, либо Узаги. А можно, мамака, дайте взять Милфу? Ну, она стоит 300 баксов. Да, ладно, без проблем. Да, ладно, бери её. Стойте, а сколько за эту? Мы официально заявляем это на камеру. Мы повелеваем Гарнетту купить Милфу. Я хотел купить крутых фигурок. Ты не обязан. Ты не обязан. Просто потеряй балл. Просто потеряй балл. Ох, я это сделаю. Нафиг ему... А почему... А сколько ей лет? Почему Милфа? Нет, выглядит классно. Но почему они не могли выбрать нормально? Это же будет стоять в вашем же офисе, блин. Я её куплю. Не, ну она всё равно... Бля, потрачу тут ещё 330. Я хочу ещё... Чтоб, ты ещё была ещё? Как фигурку по Фейт. Окито Альтер, о да. Не оставишь ничего на Мандераке? Иногда ролиш персонажей, а они не выпадают. Что тогда делать? Купить их ИРЛ, вот так. А ролиш это где, я не понял. Джейс, Са, Кита, Сауджи, Альтер, Сириес, Фейт... А где ролиш, не понял. Где? В какой-то игре, что ли? Или когда покупаешь маленькие, не понимаю. Ладно, мы собрали неплохой улов, так что пойдём оплачивать. Я почти забыл. Блин, я завидую. Пройтись по Яхихабаре, блин, вроде там, да? И бы закупиться с фигурками, как этого хочется? Ну как много всего накупил. Кажется, я потратил около тысячи. Я купил много, много фигурок. Ну аху ли? Так, уже тысяча двадцать, я брал что-то ещё? Нет, нет, ну ладно, ладно. Вот и всё, ребята. Не уверен, сколько у меня осталось, но едва ли больше тысячи. Так что увидимся в четвёртом магазине. Мне кажется, меньше тысячи гораздо. Итак, мы в последнем месте. Это Мандераки. Не знаю, зачем я показал, как будто тут есть логотип. И если вы не знаете, что такое Мандераки... Не знаю, конечно, я в Японии ни разу не был. Это очень большой секонд-хенд. В нём много... Блин, я не люблю секонд-хенды. Давай новое. Анимешных, коллекционных вещей. Здесь можно найти действительно редкие вещи, которых вы не найдёте больше нигде. Я предвкушаю, какие крутые штуки мы найдём, и в то же время мне страшно, потому что я не уверен, сколько от бюджета осталось. И в этом магазине есть самые дорогие вещи из всех. Я даже не смогу вам назвать потолка. Здесь можно найти очень редкие предметы за 10 тысяч долларов, а то и дороже. Охренеть, неплохо. Нет, так купи это для себя, типа. Последние челленджи дня. Купи фигурку персонажа, фейт которого нету, Гаретта Фейт Го. А, Фейт Го, вот где он имеет виду ролики. А чё, это какая-то игрушка для телефона, что ли, или чё? Купи фигурку из сериала, который смотрели все пацаны. А у меня выходит тот же челлендж, что выпал мне в прошлый раз. Попроси продавца порекомендовать фигурку и купи её на японском. А, ну он знает... А какая нахрена разница, если он знает японский, чё здесь такое? Готов, Джоу, вперёд! А, всё по одному, что ли? Так, мне кажется, это немного нечестно. У Джоу из-за оператора Наби, и он эксперт по фейт. Что за чепушня? Мы не станем чекать твой аккаунт. Мы предполагаем, чего у тебя может не быть. Джоу, 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 ты должен полагаться на свои знания о фейт. А что, если позвать Наби оператором, было моей тактикой? То есть что, ты не слушал все мои рассказы про фейт? Потому что, если бы ты слушал, то узнал бы ответ ли... А я слушал, но всё запомнил. Я не слушал, Гаретта Фейт, потому что мне надо брать. Жиза. Он опять чичерит, боже. Итак, мы в Мандараке, и как вы видите, цены здесь просто в совершенно другом диапазоне. Прямо со входа нам... Ну здесь хотя бы они в этих коробках продаются. Попалась фигурка, превышающая весь наш бюджет. 308 тысячи в этих, эээ, йен, ну нифига себе. Фигурка Евы за 3080 долларов. Просто чтоб вы поняли, какие здесь цены. Здесь есть очень дорогие вещи, но также есть и очень дешёвые, так что идём смотреть. По первому впечатлению, здесь много олдскульных штуковин. Есть и трансформеры, и олдскульная меха. У нас тут есть... Да, зоиды. Не помню, когда я в последний раз видел зоидов. Не помню, что за зоиды. Между прочим, мы сейчас на восьмом этаже. В Мандараке 8 этажей. А нафиг вы на самом последнем поднялись? Типа там самые дорогие фигурки или чё? Большинство фигурок персонажей на восьмом и седьмом, так что мы на них... По-моему, это не катана, нифига. А, нет, там, может, и есть катана, но вот этот вот меч, который вот с этим навершием, это, по-моему, наверши называется, да? Ну, это явно не катана. Бэтмена. Больше развратных фигурок. Спустимся на этаж ниже. Тут настоящий олдскул. Это Мазингер Z? Не знаю. Фанаты старой мехи, где же вы? Оно? Знания о старой мехи у меня отсутствуют. Слава богу, мне не нужно покупать здесь самую дорогую фигурку, иначе мне была бы пизда. Это стоит шесть тысяч долларов. Охренеть. Это какая-то ж... Ну, неинтересно меняется. Больше, чем два наших бюджета. Это что? Это тоже Мазингер Z? Мы в уголке Супер Сентая. Тут ал... Что такое Супер Сентай? Кул Скайдзю. Вот тут Мазингер Z. А там Ультрамен. А вот коллекционные карточки. Есть карточки по Фейт Го. Охуеть. Гатя в реальной жизни. Мы дошли до уголка покемонов. Через арт и блас. Через арт и блас. О, тоже карточки. У меня, кстати, есть вот таких карточек. Пять штучек всего примерно где-то. Не знаю, я не валяюсь. Семь соток. Нифига себе, семь сотен баксов за карточку. Человек, шарящий в карточках покемонов лучше меня, сказал бы вам, выгодно ли это. Я пришел на другой этаж. Просто у меня знакомый ездил в Японию. Прислал мне несколько вот этих упаковок карточек. По-моему, две штуки. У меня они где-то лежат сейчас. Нересно. Они все на японском, правда. Я ни хрена не понимаю, что там. Ты ведь Мазингер Z, да? Да господи, опять эта фигня. Я не знаю, что это такое. Давай чем-нибудь интересное. По-моему, самый прикольный был в первом магазине. По-правому можно считать. Мазингер Z, да? Вроде да. Боже, фанаты мехи меня распнут. Я готов пок... Буквально любой робот. Это Мазингер Z. Ясно. Это что, Остробой? Что это? Я заметил кое-что снаружи. И если это то, что я думал... А что они их спустились? Мне это нужно. Да? Так. Тут тупо торгуют страйкбольными. Бам-бам-бам. Какого... Кем? Ютуб это все страйкбольное оружие. Черт, посмотри на это, боже. Сиди, есть идея. На трешовом вкусе мы любим обсирать Америку, верно? Но как насчет перенять часть американской культуры? Я куплю себе... Бам-бам-бам. И презентую ее пацанам. Вот дохуя американская. Бам-бам-бам. Сколько у нас осталось? Купим это. Стоит ее купить? Ее можно забрать домой? Сделаем это? Сделаем. Американизируем наш подкаст. Она сде-монетизирует за... Бам-бам-бам. Он прям специально как будто произносит это слово. Только здоровенная, что им приходится разбирать магазин, чтобы ее вытащить. Настолько она большая. Не верится, что я покупаю. Бам-бам-бам. Она тяжелая, реально тяжелая. А интересно, его вообще пропустят с этим валерикой? Нет, настоящий металл. И как мне вообще с ней ходить? Больше всего я волнуюсь, что меня арестуют по дороге. Очень не хотелось бы. Да не арестуют, если это типа как страйкбольный. Я потратил 300 долларов ради одной реакции на вещь, которую я... Аэросолт бам-бам-бам. Не могу показать в кадре. Будем надеяться, оно того стоило. Я полностью забыл про свой челленд. Попроси про Доса порекомендовать фигуру купе. Пойду, выполню его. Сминусэн. Это удано... Карактор фига... Скажите пацану. Какое аниме вам нравится? Это все упрощает. Что угодно, что посоветуете? Ван Пис? О, типа он говорит по-английски что ли тоже? Давай Ван Пис, обожаю Ван Пис. Конечно, давайте Ван Пис. Робин? Робин? Тогда можно мне вот это вот? Да, хороший выбор. Я нашел человека с хорошим вкусом. Обожаю Ван Пис. Почему, блин, только сейчас про него вспомнили? Почему ты не купил фигурки по Ван Пис раньше? Чего я спасибо? О, Робин, неплохо. 80 баксов. У меня... Наверное, почему-то мне кажется, что у меня... От этой же. От этой же этой? Хотя нет, нет, от этой же. Ну, по крайней мере, у меня на мелочь похожа на эту... Ну, короче, на такую же фигуру. Все, последний пункт вы... Отлично, наконец-то. Я доволен. Здесь есть Ван Пис, я за это ставлю лайк. Выполнен. Потрати масштабки бюджета. Может, хентайная фигурка? Опять, да хватит тебе уже хентайных. Я знаю, что ты хочешь больше хентайных фигурок. Зидни, мы здесь не за этим. Я хочу найти фигурку Гандама или еще какую-то меху. Итак, я погуглил, и мы нашли фигурку Мехи. Это для тебя, Ален, потому что мой монтажер Ален просто не затыкается про гандам вспышка Хэтуэя. Покупаю ее тебе, Ален, чтобы ты нах... Выглядит как-то слишком перегружен, мне кажется. Заткнулся. Ха-ха-ха, какой-то слой. Да. А она считает, что ли? Можно хентайную фигурку? Да ты достал своими хентайными фигурками. Одна, можешь купить хентайную фигурку, Сидни. Господи, Сидни, остановись. Ха-ха, как она побежала сразу. Я много чего хочу, ладно. Мне нравится это. Она очень эстетичная. Но и Асанаги тоже хочу. Кто такая Асанаги, я понимаю. Почему ты хочешь фигурку Асанаги? Это культура, она прекрасна. Мы купим фигурку Асанаги. Нормально. Мы ищем что-нибудь за 2000 йен. 2050. Это футболка Сейбр, так что почему бы и нет? Сколько стоит? Ой, нет, 2200. Так, вроде бы я все верно рассчитал. Просто плюшевый игрушок. Пешку его знает. Это плюшевая, я не знаю кто, а вот это... Зачем вообще покупать то, что тебе не надо? Чехол для телефона. Бля, слишком дорого. Мне нужно что-то ровно за 2000, но все дороже. Налог на бам был включен, я не могу вспомнить. Что такое налог на бам? Межпоражение, Гарант? Я пойду на риск. Надеюсь, бюджет не превышен. Мы заплатим внизу, подальше от пацанов. И на этом... А что, какая разница, они все равно по-такону все узнают? Все, я не буду называть итоговую цену сейчас. Вы узнаете ее на подкасте трэшового вкуса. Да ты охренел. Это что, мне еще подкаст смотреть надо? А мы выясним, кто потратил ближе к 3333 долларам. Так что до встречи снаружи с пацанами. Геймеры, вот и все. Если хотите увидеть их реакцию на мои покупки и... Блин, я хочу посмотреть все, что вы купили. Хотите смотреть подкаст «Трэшовый вкус». Если все прошло по плану, то выпуск уже вышел, и вы можете увидеть их реакцию. И смотреть их видео, чтобы увидеть все их глазами. Да, офигенный видос. И на этом все. Как я и сказал, смотрите их ролики по ссылкам в описании. Выпуск подкаста с анбоксингом. Я завидую прям, прям, капец. Будет там же. И еще раз спасибо Лашенбанк, Эйстап, Амиами и Мандараки, что разрешили съемку. Ну я так и знал, что они спрашивали. Потому что обычно в Японии почему-то запрещают снимать во всяких магазинах. И это очень странно. В этом году было очень весело. Ссылки на эти магазины также в описании. Надеюсь, вы посмотрите подкаст. На момент записи я пока что не знаю, кто победил, а кто проиграл. Итак, на сегодня у меня все. С вами был Гигук и увидимся в следующий раз. Спасибо за просмотр. Блин, видос офигенно просто получился. Огромное спасибо Джоши за то, что озвучил. Огромное спасибо Гэтсби за то, что попросил меня посмотреть. Я просто люблю всякое такое дерьмо. В хорошем смысле. Типа комиксы, фигурки и так далее. Поэтому я это смотрел как будто бы, я не знаю. Я прям очень люблю я всю эту штуку. Блин, денег не хватает. Хочется тоже постоянно покупать всякое такое интересное. Увы, ях. Ролик шикарный. Лакус я уже поставил. Если вам понравилась реакция, лайк, подписка, комментарий. Не забывайте прожимать бубенчики. Все интересующие ссылочки в описании. С вами как всегда был Реборн. Спасибо за просмотр. Всем пока.